Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я уже не помню совсем Да, что-то мой тогда был забористый Может посмотрим, что там было сначала А у меня нету Короче говоря, мы не помним, что было в первом интервью Так как мы его еще не видели Поэтому простите, сегодня Мы будем импривизировать Значит, что вырежем Да, конечно, можешь вот сейчас еще раз Поздороваться на всякий случай, чтобы вырезать Был в дом Потому что, не, у тебя видишь, у тебя придется В одну колбасу все склеивать Потому что у тебя же одна камера сейчас Да И через оператор И через склейки Ну да, будем склеивать, что делать Ну, в принципе, это нормально Да Короче, давайте пересерьезно Скажи, пожалуйста Давай поговорим про конкурсы Вот когда ты начал вообще Участвовать в конкурсах И почему ты решил в них участвовать Ну, первым конкурсом, в котором я участвовал Был конкурс «Оргонавты» Это студенческий конкурс Который традиционно организовывается Журфаком НГУ И было это в 2009 году Это был самый первый конкурс, в котором я принял участие Ну, вот с тех пор я принял, наверное, участие Более чем в 60 конкурсах По грубым подсчетам Ну, для участия в конкурсах есть множество мотиваций Очень часто люди воспринимают участие в конкурсах Как попытку что-то кому-то доказать Вот Но у этого мотивация есть очень большие минусы Она не очень долгоиграющая Потому что вряд ли будет сопутствовать успехам С первого раза А если вы как бы ставите на кон Свою самооценку, своё самомнение Если вы проигрываете, вы испытываете чувство дискомфорта Вы попытались что-то доказать А в итоге вы даже не вошли, грубо говоря, в шорт-лист И люди, которые приходят в конкурсы с такой номинацией Ну, с такой мотивацией Они участвуют раз Участвуют два Участвуют три И забрасывают А потом, да, вот Боль вот эта становится внутренне нестерпима И они начинают всем рассказывать Что я не участвую в конкурсах вообще Потому что это всё ерунда Это всё очень субъективно И это ничего не важно И всё ерунда Я думаю, что все таких людей в своём окружении знают Как бы это вот именно те самые люди Но для участия в конкурсах есть и другая мотивация На самом деле можно Участвовать в конкурсах, чтобы чего-то научиться Потому что когда мы участвуем в конкурсах Особенно в конкурсах мира уровня Мы оказываемся всё равно на переднем крае фотографии То есть И эта возможность познакомиться Познакомиться как Со взглядом жюри Познакомиться со взглядом конкурсантов На те или иные вопросы Те или иные символичные подходы И очень много может это дать Если под правильным углом на это посмотреть И такая мотивация Она даёт очень много сил И она бесконечная Потому что Ну как бы ты уже в выигрыше Неважно, победишь ты или нет Отметят твою работу или нет Ты сам для себя Ты уже в плюсе Потому что ты чему-то научился Это что-то тебе дало Вторая мотивация, которая может быть Это донесение идей до аудитории Потому что фотография всё равно На конкурсном уровне Это всегда некий месседж Некий месседж, который автор Несёт в своей аудитории И Ну Конкурсная площадка даёт тебе возможность Будучи вообще никем Да Не имея своей аудитории Не имея там И какой-то известности В том числе в медиа В каких-то кругах И так далее Она даёт тебе возможность В случае победы Или вхождения в шорт-лист Продемонстрировать эту свою работу Донести эту свою идею До широкого круга людей Ну и наверное Третья мотивация Которая ещё может быть Это Знакомство в круге фотографов Такой вход в тусовку То есть очень часто Допустим Люди идут учиться фотографии Только для того Чтобы войти в тусовку То есть есть допустим Ряд фотошкол Там даже не фотошкола Это уже наверное Ближе как фотоуниверситет Ну допустим Там вот Есть фотошкола WordPress Photo Хотя у меня опять же Язык не поворачиваешь Надо сказать это фотошколой Совершенно как бы Другого уровня Именно Структура обучающая И вот Ну как бы люди Которые там преподают Это Там Редактора Ведущих СМИ мира Да и так далее Там Фотографы Которые там предпочтают Это Лидеры индустрии Грубо говоря И обучаясь там Ты волей-неволей заводишь Связи и знакомства Которые помогают В дальнейшем Строить карьеру И Конкурс Это такая Альтернативная Возможность Бесплатного Входа Вот в эту Сусловку Точно так же Приобретение Полезных Каких-то Контактов Которые тоже Могут Способствовать В дальнейшем В дальнейшей Карьере Вот Наверное Какие-то такие Три мотивации В качестве Ответа на вопрос Зачем я участвую В конкурсах В порядке Важности На самом деле На самом деле Я когда спрашиваю Людей Почему они Не участвуют В конкурсах Они говорят Мне страшно Или Я Еще Не на таком уровне Чтобы участвовать В конкурсах Вот что бы ты Мог бы посоветовать Ну Какие-то Мотивационные Это как раз Означает Что человек Внутри себя Видит Мотивацию Только в качестве Ну вот Что-то доказать Себе Или окружающим То есть Я еще не настолько Крут Вот я сейчас Подкачаюсь Грубо говоря Подразгонюсь И вот тогда Я буду готов Всем показать И подведю Да Я бы рекомендовал Искать мотивацию Внутри себя И стремиться Не с кем-то соревноваться Соревноваться С самим собой Развиваться Учиться И как бы В этом плане Конкурсы могут помочь И становится Тогда не так важно Какой результат Конечный Или сколько людей Участвовал В этом конкурсе Главное Что ты что-то В этот момент Понял Смог Научился Что-то делать Лучше И так далее То есть Такая мотивация Позволяет Неограниченное время Участвовать в конкурсах Грубо говоря Чувствовать себя комфортно То есть Я Если начал Грубо говоря В 2009 Там самые крупные Бапеды Ко мне пришли В 2015 году То есть Вы можете посчитать Что практически Шесть лет Шесть лет Да То есть Шесть лет Я До этого Ну я выигрывал Но в каких-то Маленьких конкурсах Там в локальных Там Ну Которые Не имеют Такого-то Большого значения В общем Глобальном плане Ну ничего Нормально Меня это Не удручало Скажем так Я не чувствовал По этому поводу Никакого дискомфорта А еще Есть же Бесплатные конкурсы Крупнейшие Да Есть платные Ну да Лучше участвовать везде Или можно пока Граническим Крупнейшим Бесплатные Ну Я Считаю Что Все зависит от конкурса Но На самом деле Есть множество Хороших конкурсов Совершенно бесплатных Которые Предоставляют Достаточно возможности В этом плане То есть Участие в платных Конкурсах Ну это личное дело Каждого Участие в платном Конкурсе Не добавляет вам То что вы заплатили денег Не добавляет вам Ни шансов Ничего Ну да Это просто Другой формат Ну да Другой формат То есть Это там Где Не нашлось Грубо говоря Спонсоров И Для того Чтобы Обеспечить Призы Да То есть Используется Этот общий призовой фонд Вот Чего я могу посоветовать Не участвовать в конкурсах Где Отсутствует профессиональная Где отсутствует профессиональная жюри Где решения принимаются Путем максимальных лайков Максимальных просмотров И так далее То есть Это Использование Вот этого Конкурсного Какого-то подспорья Фотографического контента Для Создания трафика На свою страницу И на самом деле Люди зарабатывают Протом на рекламе Потому что Их страница Индексируется Хорошо За счет этого Притока Истителей Ну там же еще Гонка лайков Там Да Там даже бывают Хорошие призы И дело не в этом Но там в принципе Механизм Ничего не имеет Общего с фотографией И Это ничему вас не научит То есть Это Не имеет Ничего общего С какими-то там Ценностями фотографии С развитием фотографии А какой бы ты порекомендовал Конкурс Вот крупный Куда вот стоит Пойти Ну я бы рекомендовал Вот Сони World Photography Awards Это Один из самых Крупных конкурсов В мире Ну и самый статусный Статусный Весомый Да Один из самых Профессионал Профессионалам Более свойственно Работать над серией Работать Вот Есть также номинация Юф Это для фотографов Малыш По-моему 16 или 18 лет Я не помню там точно Считать условия Ну Отличный конкурс Замечательный Хорошо устроенный сайт Там Понятные Там Понятные разделы Понятные условия Большой архив Можно посмотреть Что было до этого Есть архив жюри В том числе То есть Доставляет широкие Возможности для анализа К вопросу Это говоришь И бесплатный Да Да Бесплатный Он подается В конце декабря Насколько я помню Суни Или до 10 Да До начала года Как правило То есть Как правило Крупные ежегодные конкурсы Как правило Заканчиваются В конце января Ну то есть В конце новогодних каникул Грубо говоря Ну то есть В чем логика Раз конкурс ежегодный Прошел год Ты отсмотрел Свой архив Подвел итоги Ну новогодних праздников Я кстати так всегда делаю С портфолио То есть Мне не хватает времени Обновлять портфолио В течение года Вот на новогодних праздниках Я просто сажусь Вот И там как бы Череда крупных конкурсов Я туда отбираю работы И заодно обновляю портфолио Там на сайте Там на соцсетях И прочее Ну как ты работаешь С архивами Кстати Вот сейчас я столкнулась С тем Что у меня столько архивов Что я просто В них захлебываюсь Уже не помню Что я делаю Ну Я храню все важное В RAW В JPEG Я сохраняю Нет У меня У меня все хранится На файловой системе В моем компьютере То есть У меня хватает Четырех терабайт Пока на мой архив У тебя в одном Акземпляре Все хранится? Нет Конечно за бэкапом Вот Но Обязательно Нужно делать бэкап Просто Я делаю отбор Еще при съемке Я не приношу Со съемки Вот Какие-то тысячи фотографий И поэтому У меня архив Даже если там В RAW Это не так много Вот Поэтому В принципе У меня такой проблем Прям не стоит Но хранить надо все И RAW Нужно хранить Иногда даже Не столько Ради обработки Сколько ради подтверждения Своей интеллектуальной собственности Потому что Допустим Сейчас я когда снимаю На Sony На электронный видоискатель По сути дела Я не всегда вообще RAW Даже трогаю Потому что Электронный видоискатель Позволяет снимать Практически Без технических ошибок И там Просто можно взять Пачку JPEG Кинуть на них Там фильтр Который ты сам Для себя написал И все И получить результат Но все равно RAW приходится делать Именно для того Чтобы иметь подтверждение Потому что даже Ряд конкурсов Опять же Если возвращаться Про конкурсы говорить Ряд конкурсов Прям сразу требуют Загружать RAW Как доказательство Того Во-первых Чтобы проконтролировать Уровень манипуляций С фотографией Да Было такое И чтобы Опять же Подтвердить то Что вы являетесь Автором То есть У кого RAW Кто-то прав Вот поэтому Как бы Даже Несмотря на то Что там Электронный видоискатель Развитие технологии Все фигня Позволяет нам Снимать все чище И чище Все равно Приходится снимать RAW с RAW В том числе RAW В JPEG Допустим Именно для того Чтобы иметь возможность Подтвердить Свое авторство Ну и опять же Время идет Обработки меняются Хорошо Когда портфолио Обработано В одном стиле И То есть У меня Допустим Я храню RAW Тех кадров Которые считаю Удачными Ну С широким Отбором Потому что Ну как бы Понимание удачных кадров Может меняться Вы растете Да Вы растете У вас Меняется видение фотографии Меняются ценности фотографии И для вас Начинают открываться Те кадры Которые до этого Вы не замечали И У вас может возникнуть Возможность И необходимость Эти кадры Поместить в портфолио Они у вас там Либо не обработаны Либо как-то на коленке Там Старые Старые варианты обработки Если у вас остались RAW То вы всегда Сможете стандартизировать То есть Вы просто берете Старые кадры Да И Делаете свою Новую классную Последнюю обработку И у вас Портфолио выглядит Целостно Как бы хорошо А не как попало Кусочно А ты говоришь Про конкурсы Да Там Любители снимают Один кадр Профессиональные Серию А ты как больше Это свойственно Это свойственно Более Потому что А ты когда снимаешь Ты будешь Я же занимаюсь Документальной фотографией Документальной фотографией Там в принципе Единица документальной фотографии Это серия Вот То есть Ну Даже когда работаешь Над серией На самом деле Всегда стараешься Сделать какой-то кадр Который бы Рассказывал историю Целиком Максимально В одном кадре И этот кадр Как правило Сносят такой Сердцевиной Историей Вовруг которого Ты ее устраиваешь Вот Поэтому Ну важно И то и другое Просто есть понятие Силы истории Когда Казалось бы Даже Относительно Слабые фотографии Складываются В силу Сильную историю То есть История Там Немножко По другим Механизмам Воспринимается Ну Ты как Кино Если мы возьмем Раскадровку С него Не все кадры Будут сильными Не все планы Но в целом Там история Нас может захватывать Восхищать И так далее То есть Поэтому История Это еще один Способ Вкладывать Определенные Смыслы И глубину Своей Работы Ну и История Опять же Это Возможность Скажем так Иметь Меньше Конкуренции В конкурсах Потому что Безусловно Гораздо Больше Людей Снимают Одиночные Чем истории Да Потому что Один выбрать Легче Чем Десять Ну и да И нет На самом деле Ну если Брать Любителей То Там просто Фишка в том Что Хорошую фотографию Может сделать Каждый Не каждый Может понять Что он ее Сделал То есть Фишка в том Что Если мы Возьмем Какого-нибудь Крутого Куратора И Выдадим Ей Неограниченное Количество Архивов Какого-нибудь Любителей Даже на телефон Они Смогут Отобрать Крутую Выставку Я тебе Могу Даже Сказать Больше Когда Была На мастер-классе У Пенхасова По отбору Пенхасову Приносили Разные люди Свои просто Сырые съемки И он отбирал Оттуда Пенхасова Все равно Да И он отбирал Это естественно Это как раз В этой фразе Которую Люблю повторять Которую У меня там Написано Везде На моих аккаунтах Про то Что хорошую фотографию Может сделать Хорошую фотографию Может сделать Каждый Не каждый Может понять Что он ее сделал Именно в этом Смысл Я тоже Видел Примеры Я там Обычно Привожу Пример Дима Маркова Который Проводил Эксперимент Он давал Камеру Детям В детдоме Просто На автомате Поставленную И они снимали Что-то Какие-то Тысячи снимков Он потом Отбирал И получалось Все равно Фотография Которая Больше Похожа На Саудим Это логично Потому что Есть режиссер И оператор Как в фильмах И то же самое Мы можем Говорить про фотографии Главное Быть не просто Оператором Своей фотографии Но еще и режиссером А ты когда Идешь на съемку Тоже держишь В голове Что ты будешь Снимать Ключевые точки Или ты уже Решаешь С одной стороны У тебя есть Какое-то Приблизительное Представление О том Что будет Чего можно ждать Но Жизнь такова Что она Всегда способна Тебя удивить Поэтому Всегда Гибко Подходишь Как бы Как говорил Брессон Думайте До и после съемки Но никогда Во время ее По-моему фотограф Это такая профессия Люди В которые Вообще Ничего не удивляются Совершенно Нет Наоборот Почему Наоборот Это же классно Когда кадр Тебя в итоге Удивляет Потому что Нет Мы готовы Ко всему Мы к этому Ну да Готовы ко всему Но в итоге Вся магия Это в том Что результат Может удивить Потому что Это же безумно скучно Когда все получается Ровно так Как ты это себе представлял Нет Я наверное Говорил Пикассо Что если ваша Картина Заранее вам Ясна Вы вполне Можете Не писать Вы заметили У нас сегодня В гостях Человек Цитата Нет Ну я бы мог Выдавать эти Фразы Просто я всегда Стараюсь корректно Цитировать Я говорю У кого я это слышал Эту мысль Понимаешь Потому что я бы мог Конечно просто так Говорить И не умолчал Авторство Я считаю Что это корректно Наиболее большому Нет Я немножко Не так выразилась Просто Например Удивить меня Каким-то сочетанием Вещей Это очень сложно Да А что получится Конечно Мы всегда открыты Ну ты когда-нибудь Видел девочку В платье Которая бегает В ластах Под носухого бассейна Давай Давай мы Из арбуза Вырежем шапку Для Дини И он будет бегать В ней Я думаю Ты будешь удивлен Почему из арбуза А не из дыни Ну у тебя Дини Такой большой Мне кажется Дыни на него Не налезет Просто Блин Я еще Это самое У тебя все Уже картинки пошли Говори Да Я же визуал У тебя не пошли Что ли Ты почему Я же Пришнем сказать Я же представил Можно так просто Сидеть Представлять И тихо Хихикать Ну иногда Так и Происходит Иногда Ты идешь По улице Там что-то Происходит Глазами Это сфотографировал И пошел дальше Скажи пожалуйста Какие фильмы Тебя вдохновляют У тебя Все равно Есть фильмы Которые Твои близкие Ну Как на фотографию На фильмы Я смотрю Прежде всего С позиции Того Какой месседж Они несут Что хотел Сохать автор То есть Смотрю Как на некую идею То есть Такие фильмы Как всякие Трансформеры И прочее Которые нужно Смотреть Можичком Как бы Я могу Посмотреть На один раз Чтобы как-то Время убить Я даже не могу На один раз Но иногда Как бы Бывает Такое Но Эти фильмы Ничего во мне Не оставляют И Там В принципе Я Смотреть их Не стремлюсь Скажем так Но есть Другие фильмы Которые Которых есть Некая идея Вот Но эти фильмы В моих глазах Всегда Имеют более Высокую ценность Причем Даже если Я не согласен С этой идеей То есть Дело автора Это идею выразить А согласны мы С ней или нет То есть Заложить некий образ В свое произведение А согласны мы С ним или нет Это уже Дело десятое Да То есть Это Кусовщина уже Такая Вот Ну наверное Сейчас для меня Одним из центральных Фильмов является Сталкер Гарковского Причем было у меня Несколько этапов В которых я Скажем так Познавал этот фильм Вот То есть Первый раз Я его посмотрел Достаточно давно И тогда Я там Как скажем По верхам Его просмотрел Чисто вот именно С точки зрения Фактуры и картинки Ну не сильно Меня впечатлил Я остался Достаточно холоден К нему И затем Уже вот Совсем недавно Когда возвращался Из Нью-Йорка У меня был Детичасовой перелет И в аэрофлоте В самолете Там был этот фильм Среди прочих И может было Посмотрите Я посмотрел его И вот когда Уже посмотрел Вот этим взглядом Под углом Что хотел сказать автор Я открыл в нем Множество слоев И смыслов Которые меня Поразили И сейчас Это один из Любимых для меня Фильмов Вот Ну Кроме всего прочего Есть еще Просто фильмы Которые мне нравятся Значит Люблю Вот В значит Виндета Фильм А потом Достучаться до небес С которым Вот Где-то Девяносто годов С Тилем Швайгером То есть Такой Очень легкий Ироничный Краткий Значит Есть еще Чудесный фильм Пробуждение С Робертом Де Ниром И Де Ниром Господи С Робертом Де Нира И Робином Уильямсом Хороший пример Когда Как можно На не очень Красивой фактуре Показать очень красивую Прекрасную идею Фактура там Это Пациенты психбольницы Да Но вот Идея Которую Фильм Нам Доносит Совершенно другая Не будем делать спойлеры Посмотрите фильм Пробуждение И составьте в нем Своё собственное мнение Вот Ну Есть Масса Кино на самом деле Которую люблю То есть Вот Есть еще такой жанр Который Практически В настоящее время Полностью Забыт Это Кино Которое построено На диалогах Где Допустим Действие может Присходить в одной Единственной комнате То есть Если Из старого кино Вспоминать Это наверное Прежде всего Фильм 57-го года Двенадцать раздневных Мужчин Я рекомендую вам Очень его посмотреть Очень интересно Он еще черно-белый Не Михалкова Не Михалкова Вот И еще такой фильм В 2008 году Вышел фильм Человек с земли Тоже очень интересный фильм Человек с земли С земли Да Интересный фильм Который Захватывает Держит Весь фильм Тебя в интересе Поддерживает Твое внимание При этом Там все снято На какую-то Шумную камеру И там Не особо Выстрелен свет То есть Точность Картинки Вообще Пухлый Абсолютно Но смотрите Интересно Тот случай Когда Именно История Складывается Не благодаря Визуальной Составляющей А там Появляется Что-то другое И кстати В фотографии Тоже так бывает То есть Мы все знаем Как заинтересовать Зрителя Визуальной Составляющей Но часто Очень забываем Про вот это Что-то другое Да Мы часто О нем К сожалению Не задумываемся Но это Именно то направление Которое Делает фотографию Глубокой Бесконечно При этом Ну как и Любое искусство На самом деле Любое искусство Делает Ну из последних Фильмов Наверное Я бы мог Выделить Бернона Тоже Прекрасный фильм Получил Оскар Как фильм Года В 16 Году Эммануэль Любецкий Был там Оператором Шикарно Снят Очень интересно Вот этой Техникой Длинных Планов Без склеек Очень классно Смотрится Ну и опять же Там Есть классный Смысл Всем рекомендую Посмотреть Ну могу еще Подготовить Документалку Одну Это вот Фильм Выход через Сувенирную Лавку Тоже Очень интересные Вопросы Поднимают С этим Фильмом А касательно Того Что Есть Творчество Тоже Всем Рекомендую Посмотреть А какие Твои Любимые Фотографы Ну Так Сложилось Исторически Что У меня Два Любимых Фотографа Элиот Эрвид И Алекс Вэб То есть В принципе Есть Огромное Количество Хороших Фотографов Но вот Сложилось Так Что Именно Вот Эти Два Имени Вели Меня В какой-то Степени Фотографии Вот Был Забавный Случай В Дубае Я познакомился С сыном Элиота Эрвида Миша Эрвида Кстати У Эрвида Русские Корни Миша Эрвида Как раз Да Миша Эрвида Я ему Знакомился Говорю Знаете Ваш отец Это один из моих Любимых фотографов Твоих Он говорит Да А кто второй Я говорю Ну вот Алекс Вэб Он говорит Да И я передам Алексу Понятно Дорогие друзья Я думаю Что на сегодня Мы будем Потихоньку Заканчивать Курица Закончилась Пора Заканчивать Закончилась Мы объелись Курицей Поэтому Нас клонит Клонит В сон Конечно Но я сейчас Поеду Сниматься Вот Наш мастер Тоже куда-нибудь Поедет Да Я не останусь Спасибо большое Что нас смотрели Если будут вопросы К Антону Задавайте их Обязательно В комментариях Я ему все передам И тогда мы снимем Третью серию Нашего мегасериала Интервью с Антоном Если что Можете Можете просто Мне писать Меня легко найти Антона Ницин Один в России Гуглюсь Замечательно Он даже в Википедии Есть Гугл про меня Знает больше Чем я сам про себя Помню Это вообще страшное дело Сколько мы цифровых следов Оставляем Я не знаю Насколько Анна Маслова Как бы распространенная Имя и фамилия Да А Антон Так сложилось Что Антон Ницин Это уникальное сочетание И когда Ну как бы там Вылезает Очень большое количество Францов Которые именно про меня Поскольку нет однофамильцев Короче Это интересно Короче Все идем В гугл Все узнаем Про Антона Ницина Можете ему писать Можете писать В комментариях Ну и конечно же Обязательно Ставьте лайк И подписывайтесь на мой канал Все Всем пока Пока Всего доброго Кончай рзать Это нужно делать Это произойдет Ради этого Все и задевалась Задевалась Ты же почувствовал Ты же уже